уважаемые зрители хочу пожаловаться мне сказали что будет выпуск про школьную еду естественно я согласился я тут пришел и оказалось что во первых это battle во вторых будет наказание проигравшему наказание в чем в еде для начала всем привет меня зовут айнур даллас и я являюсь преподавателем онлайн школу умскул по английскому языку меня зовут нил эванс я являюсь преподавателем егэ по английского языка в онлайн-школе умскул и ладно наказание так наказание я хочу уже школьную еду попробовать ты готов да 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 100 процентов купаться птички кошмар мне не надо готовиться ты уничтожен понимаешь открывай японское школьное наказание чтобы узнать заключается откройте этот конверт в конце battle вообще я считаю что это видео сто процентов заслуживает лайка и еще подписки на youtube канал поэтому скорее выполняйте эти простые условия let's do it первый раунд участникам дается страна они называют по три ингредиента которые входят в школьный обед этой страны повторять продукты нельзя тот кто угадает больше ингредиентов получает балл кстати какие у тебя воспоминания школьной столовой я помню что у нас была гульсина опа повариха и мы постоянно с одноклассниками приходили брали много еды или например в рисе в макаронах закапывали котлету так чтобы гульсина опа не увидела и говорили гульсине опе мы потом занесем деньги но мы потом занесли честно давай поясним опа это с татарского переводится как тетя а если спросишь меня в школе продавались пирожные по пять рублей казалось бы что такое пять рублей а у нас не было этих пяти рублей мы приходили такие пирожные 5 рублей не хватает зато у нас всегда была огромная просто вот такая тара с хлебом бесплатно абсолютно голодные пацаны брали хлеб реально и засовывали себе его в пиджаке вишь сегодня как раз пиджаке крошки остались наверное кажется этими разговорами мы разбудили наши аппетиты осталось решить кто первый будет называть ингредиенты давай по-мужски су-е-фа все я выиграл ребята вы готовы are you ready yes captain here we go индия считаю до пяти раз два три четыре пять рис сто процентов курица сто процентов и что-то острое сто процентов что острое например чай острый чай нет просто чай не мы засчитываем как острый острый хорошо острый чай первый написал карри пусть будет рыба я просто есть хочу пусть лапша будет вообще так ну что давайте пробовать знаешь пока мы ждем еду я задумался что является главным ингредиентом успешно с данного экзамена школьный обед это как бы тоже да но мы на канале умскул поэтому главный ингредиент это курс флеш финал твой последний шанс подготовиться к егэ до 80 баллов а к огэ на 4 даже если ты весь год до этого ничего не делал сумскул ты повторишь весь нужный материал а кураторы умскул будут помогать тебе с заданиями и отвечать на вопросы в чате в течение пяти минут у тебя есть всего два месяца чтобы подготовиться на высокие баллы переходи по ссылке в описании чтобы записаться на курс и не завалить экзамен тут еще могла бы быть какая-то фраза про пищу для ума но нам уже несут наш первый школьный обед нам принесли стандартный обед индийского школьника видим сто процентов фриз ты гениален просто и это надо попробовать наверное курица как я и сказал соусом карри это сто процентов курица но непонятно соус ли это карри ты знаешь как выглядит соус конечно вот он желтый такой оранжевый есть лепешка это не курица а что это это не курица это по моему типа тофу это не мясное подали нам йогурт вот про йогурт никто не сказал это явно не устречай а ты знаешь что лепешка и лапша делается примерно из одного и того же ингредиент из теста что это это курица это не курица это курица в этой дискуссии я считаю что айнур прав он угадал два ингредиента ну что вы почувствовали себя индийским школьником я почувствовал как будто я в китае снова полывал в китае вообще большой тазик риса с мясом стоит 200 рублей где тоже и в китае юаня брони хорошо из китая мы с вами переносимся сша я там был есть какая-то страна в мире где ты не был но все я готов первый это сыр второе это тесто и третье я думаю что это все-таки фарш либо какой-то мясо ты правильно кстати на самом деле говоришь конечно я скажу картошку для картошки фри я назову какой-нибудь фрукт потому что в ланчбоксе обычно фрукты засовывают и назову газировку потому что американцы очень любит газировку если даже не газировку то какую-то сладкую воду слушаю сладкую воду везде на самом деле пьют просто смотри вода как бы является ингредиентом почти любого блюда воду называть ну ты как ты же не назвал ее назвал слушай но воду кстати нет ощущения что мы очень токсичные друг другу это если что это только в рамках шоу жизни мы очень хорошие друзья да это не записывают записывают кстати ребята скажите как правильно по-английски будет пожелать приятного аппетита enjoy your meal bon appetit здесь есть сыр в бургере сто процентов есть вода я сказал что американцы любят сладкую воду но видимо сценарист посчитал что американцы любят больше молоко на самом деле это действительно правда поэтому у меня один ингредиент есть здесь нету картошки free я ее не вижу но американцы любят фришку сто процентов здесь есть однако твои ингредиенты это сыр не не тут прям все три тесто сыр и фарш а это кстати не вода получается мил ты угадал все три ингредиента а айнур угадал всего два ну что едем дальше едим дальше едим дальше да мне нравится гахсон следующая страна китай нет не китай а бразилия у меня есть друг из бразилии там очень любит футбол высокий уровень преступности в стране страна не особо богатая но живет не бедно айнур давай с тебя начнем банан сок и написал кукуруза перец морковь картошку пробуем я точно сказал что будет сок это сто процентов сок будет банан я сказал банан есть и что третье назвал кажется кукуруза но тут нет кукурузы тут есть получается какие-то бобы сказал картошка картошки нет перец перец есть перец есть уверен у меня нету перца есть а еще морковь вот картошки нет согласен ну зачем есть мясо с картошкой получается что каждый из вас угадал по два ингредиента мы переходим к следующему раунд второй раунд участникам с помощью подсказок нужно угадать страну по школьному обеду если угадал с первой подсказки получаешь три балла если со второй 2 если с 3 один балл готов побеждать да первый факт в этой стране в младшей школе ученики едят прямо в классах самостоятельно накладывая еду на подносы франция нет китай нет берем подсказки да часто вместе со школьными обедами в этой стране подают отвар на основе ячменя япония и это неправильный ответ третий факт он перед вашими глазами ну чисто объективно рассуждая здесь есть персики школьные обеды не будут же засовывать продукты которые привезли из другой страны поэтому вероятнее всего персики это то что растет на территории этой страны я считаю что это южная америка какая-нибудь колумбия а я в думаю это корея нил был прав браво нил браво выходишь вперед итак переходим к следующей стране факт 1 в этой стране минимальное время на школьный обед составляет 30 минут испания китай нет и нет цена школьного обеда в этой стране напрямую зависит от семейного дохода интересно от семейного дохода сша это не сша ну что они у тебя есть возможность оторваться на 3 балла japan но и так третий факт сейчас окажется перед вами это хрустящий багет сыр вода овощи камон это франция сто процентов франция я согласен французский обед очень классно выглядит есть фрукты обязательно есть сыр в этом раунде все понятно и предлагаю засчитать по одному баллу каждому и так ребята у нас осталась последняя страна в этой стране ученики помогают готовить раздают еду в специальной одежде и обязательно убирают свое обеденное место россия это неправильно классно что-то вы как именно этот вариант потому что тоже об этом подумал пусть будет китай это неправильно второй факт уровень ожирения детей в этой стране один из самых низких в мире япония япония это правильный ответ это япония по два балла каждому но с минимальным отрывом наконец-то побеждает нил эванс я тебя поздравляю настоящая мужская битва была ты в ней одержал победу у тебя сыр на бороде было с вами приятно поиграть давайте посмотрим какое наказание ухо ты должен минуту простоять с чашкой воды на голове при этом подняв одну ногу и держа ее согнуты в колене под прямым углом прямой углу знаешь да это 90 да да с вами были айнур даллас и нил эванс преподаватель егэ по английскому языку в онлайн школе умскул каждого обнял каждого поднял вместе с каждым заплакал но только отчасти что мы такие сытые не голодные присоединяюсь хорошо что в курсе подготовки от умскул к экзаменам нет наказаний а только современные методики обучения я бы сказал еще много всего о затруднительном положении так что переходи по ссылке в описании если хочешь ждать экзамены хорошо чтобы я вообще придумал наказание для тех кто не ставит лайки поэтому подписывайтесь на канал ставьте лайки особенно если хотите видеть как преподы страдают с вами был айнур даллас и нил эванс преподаватель егэ по английскому языку в онлайн школе умскул и воду тут протри хорошо в Продолжение следует...